сейчас мы с вами будем утюжить подкладочную уже готовую часть юбки начинаем с утюжки швов под хорошим паром максимальная сделала пар сначала утюжим боковые швы вернее тут юбка пятиклейка гады разочуживаем сначала швы убираем все утяжки так сказать вот сначала начинаем со швов и после у нас вытачки идут а потом уже сама ткань когда мы уже выровняли вот эти все швы потому что когда мы строчим подкладочную ткань немножко она собирается в местах швов несмотря на то что я использую дорогие нити и у меня хорошо настроена машина нити я использую немецкие нитки модера там и разные другие есть еще итальянские и японские для нити для строчки дорогих итальянских шелков но также и китайского шелка потому что шелк он самый из материала сейчас я вам покажу как уже я буду внутреннюю опаривать часть вам сейчас здесь уже все понятно у меня юбка пятиклинка следовательно вот эти швы передние я за утюжила на боковые швы вытачки тоже у меня смотрят задние вытачки на боковые швы и участок молнии я просто здесь загибаю молния у меня будет потайная и задний шов я разутюживаю подкладочный но в данном случае наверно оставлю его на вообще можно разутюжку видите это вот у меня основная юбка его я показываю она из синтепона это синтепоновая коллекция очень красивая фотографии можно видеть вконтакте и я поставлю их позже они уже есть и на некоторые юбки здесь у меня немножко шов образовался поэтому синтепон нужно утюжить очень осторожно потому что внутренние части там где сама стежка они прием могут прилепиться друг другу вот у меня также тайная волния сейчас мы будем с вами это изделие соединять мы выворачиваем юбку а подкладочная ткань у нас должна быть расположена именно наоборот наоборот мы ее поворачиваем так чтобы она располагалась лицевой стороной и мы одеваем основную юбку основную юбку мы продеваем подкладочную и там где у нас места мы начинаем закалывать с этих мест мы отгибаем припуск молнии и начинаем прикалывать вот мы отгибаем шов и прикалываем сначала с этой стороны я делаю я делаю еще таких пару здесь то же самое это все потом у нас будет заворачиваться потом значит мы находим с вами середину вот там где участок молнии и соединяем подкладочную с лицевой вернее мы делаем так вот смотрите видите этот участок вот у меня сначала немножко даже здесь она уже в середину на основной детали я нашла середину основной детали вот наша середина будет так потом находим середину на подкладочной ткани подкладочная у нас покроено уже немножко больше чем основные детали юбки вот потом нам нужно вывернуть так чтобы у нас пояса не будет мы совместим середину основной ткани на спереди да вместе с тканью с тканью подкладочную и так с этой стороны ну в колем иголочку вот соединили теперь нам нужно полностью теперь нужно продеть эту юбочку подкладочную часть внутрь самой всей юбки так чтобы у нас было чтобы мы могли удобно соединить по поясу вверх вверх нитки здесь мы вкалываем иголочки от излишки по поясу мы убираем участок на участках вытачки мы закалывали на участке молнии для того чтобы нам стиль середину юбки найти здесь мы совмещаем с вами швы совмещаем там где у нас швы и вытачки мы это совмещаем четко а излишки но потом с вами убираем видите немножко приспаливаем но если это без всяких заломов если гуще иголочки кого-то у нас хорошо получается что здесь у меня практически нет лишнего вот если есть какой-то излишек то мы его закладываем на участке юбки например на участке вытачек таким образом искалим весь вверх